Две школы, 25-я и 19-я, находятся буквально в 200 метрах друг от друга. Чиновники из городской администрации заявили, что оптимизация коснется не учителей, а исключительно административный аппарат школ. Ну а простые школьники как ходили в здание своей родной школы, так и продолжат это делать. Что такое слияние? Допустим, двух детских садов, как я сказала вам, это соединение педагогических и детских коллективов в один, это создание одного юридического лица. Сады как существовали в двух зданиях, так и остаются существовать. Сокращается управленческий аппарат, сокращается бухгалтер, часть ставки там делопроизводителя сокращается. Вот эти ставки, они объединяются, так скажем, и в нужном количестве остаются на одно единое теперь учреждение. Более того, по словам Ларисы Кархалевой, в результате проведенных преобразований у учителей 19 и 25 школ вырастет заработная плата. В тех школах, которые мы объединяем в двух, заработная плата в 25 повышается за счет увеличения количества учащихся и достаточно значительно, где-то на 5-6 тысяч рублей, она повышается у педагогов 25 школы. Также чиновники сообщили о планах убрать из рязанских школ двусменность. То есть ребята вскоре будут учиться лишь в первую смену, а во вторую будут открыты секции дополнительного образования, например, уроки музыки. На сегодняшний день у нас третья часть школ в прошедшем учебном году работала в две смены. Предпринятый ряд мер для того, чтобы двусменность снять. На следующий год таких школ останется в пределах одного десятка или, может быть, чуть больше 11 школ. И в течение двух последующих лет мы эту проблему снимем. Кроме того, оптимизации вскоре подвергнутся и 12 детских садов. Впрочем, чиновники заверили, что объединяемые детсады находятся близко друг к другу и никаких неудобств у родителей малышей не возникнет. Сады находятся достаточно близко друг к другу. Это не значит, что один садик находится в одном микро-районе, скажем, в Канищеве, а второй в центре. Буквально шаговая доступность, поэтому родители на себе это никак не ищутят, что произошло изменение, можно сказать, административно-управленческого персонала. Виталий Еремкин также добавил, что предстоящее слияние, возможно, поспособствует приходу новых воспитателей в детские сады. Действительно, мы вынуждены признать, что в городе Рязани существует дефицит в кадрах. Если озвучивать на май месяц, то всего по образованию 153 вакансии, 83 вакансии в дошкольных образовательных учреждениях. Несмотря на то, что хотелось бы все-таки назвать заработную плату в детских садах средняя, я подчеркиваю, средняя, Лариса Анатольевна говорила, что в маленьких садиках она маленькая, а в крупных детских садах она совершенно другая, отличается. Так вот, средняя заработная плата по детским садам за май месяц, то есть за три месяца, составляет более 18 тысяч, если быть точным, 18,297. И в школах более 26 тысяч рублей заработная плата. В общем, как отметила замглава администрации Рязани Лариса Крахалева, необходимость оптимизации продиктована прежде всего развитием учебной базы образовательных учреждений города.